Товарищество собственников жилья, кооператив или договор с управляющей организацией. В Рыбнице прошла встреча представителей Министерства регионального развития с председателями домовых комитетов. На ней обсудили преимущества той или иной формы управления. Продолжит наш корреспондент. Андрей Диущак – председатель жилищного кооператива. На такую форму управления их дом перешел 25 лет назад. Мужчина говорит, за это время они успели убедиться в ее преимуществах. Жильцы могут сами распоряжаться деньгами и на собрании определить, что и как будут ремонтировать. Кроме того, все соседи знают, за что платят по коммунальным счетам. Электроэнергию мы тоже собираем. У нас есть счетчик общий на электроэнергию лифтов и на электроэнергию освещения лестничных клеток. Мы распределяем на всех жильцов. Уборка территории, если они сейчас 50 купил за квадратный метр, если имеешь 60 квадратных квартир, або 50, там уже 25 рублей. Мы всего платим меньше, потому что нам один нужен, и у нас наберется квадратура. А у нас берется, просто один человек нанимается и убирает. А Галина Витвицкая уже 10 лет возглавляет товарищество собственников жилья. В отличие от кооперативов, в такой форме правления не собирают деньги на ремонт. Средства от коммунальных услуг накапливаются на специальном счете. Таким образом, им удалось благоустроить свой дом и дворовую территорию. Вот за эти 10 лет на свои же эти сборы, у нас ни на копейку не дороже, чем услуги у ЖЭКи. Вот, люди по квитанциям, никаких сборов, никакой налички в руки, ни на какие ремонты. Только по квитанции, если есть работа, значит мы заключаем договор с той или иной организацией, и по перечислению за работу оплачиваем. Если нет работы, у нас на счету идет накопление. В республике 95% жилых домов приватизированы и не являются собственностью государства. В ближайшее время жителям многоэтажек придется выбрать свою форму управления. Срок до 4 августа 2016 года. Жильцы многоквартирных домов должны определиться с выбором способа управления. Согласно жилищному законодательству, варианта три. Первый – это создание товариства собственников жилья, заключение договора с управляющей организацией, либо самоуправление, но только в том случае, если в многоквартирном доме не более 4 квартир. Если до указанного срока жильцы не определяются, госадминистрация объявит конкурс по выбору управляющей организации на их дом. Елена Костелей, Татьяна Семенюк и Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.